Здравствуйте друзья. Героем этого обзора будет глобальная версия смарт-колонки Xiaomi Mi Speaker с голосовым ассистентом. Хотя я уже обозревал несколько подобных устройств от Xiaomi, это первый гаджет компании, для управления которым не нужно владеть китайским языком на разговорном уровне, ведь попавшая ко мне версия глобальная и работает с Google Assistant. Надо также знать, что существует и китайский вариант с ассистентом Xiao AI. В самом начале обзора сразу попрошу не плодить комментарии про Алисы и Маруси, к теме они отношения не имеют. Модель L09G. Процессор Amlogic A113X 4 ядерный. Хранилище 256 Мб, WZU 512 Мб. Динамик 12 Вт, 2.5 дюйма. Микрофоны 2. Голосовое управление Google Assistant. Управление Google Home. Подключение Chromecast. Возможность объединения в группу колонок. Операционная система устройства Linux. Wi-Fi двухдиапазонный 2.4 и 5 ГГц. Bluetooth 4.2. Блок питания 12 В 1.5 А. Цвет белый. Размеры 131 на 104 на 151 мм. Вес 842 грамма. Поставляются устройства в достаточно объемной коробке, которая, кстати почти не пострадала при пересылке. До последнего у меня были сомнения в том, чтобы мне не выслали китайскую версию, но магазин не подвел и пришла глобальная, с логотипом Google Assistant. На коробке написано несколько базовых голосовых команд как пример того, что может делать ассистент. Сразу хочу предупредить, что на сегодняшний день, на колонках управление Google Assistant недоступно на русском или украинском языках. Есть английский, немецкий, французский, испанский и так далее. При пересылке коробка почти не пострадала, но все же хочется отметить отличную упаковку, поэтому за пересылку можно не волноваться. С двух сторон колонка помещена в массивные защитные вставки из переработанного картона, все очень плотно и надежно. А вот все что нашлось в коробке. Собственно сама умная колонка, еще одна небольшая коробка с блоком питания и довольно толстая книжечка с инструкцией. Толщина обусловлена тем, что она написана на 8 языках, для меня самый понятный из всех английский. Само же описание занимает всего пару страниц, из основного, необходим зарегистрированный Google аккаунт и приложение Google Home, куда и будет подключаться колонка. Из полезного еще описание сброса в заводские настройки, для чего нужно 10 секунд держать одновременно кнопки увеличения и уменьшения громкости. Комплектный блок питания глобальной версии имеет европейскую вилку переходников не понадобится. Выходное напряжение 12 вольт, мощность до 18 ватт. Большая часть поверхности колонки металлическая, усеянная отверстиями, их насчитывается 10 531. Сам металл толщиной 0,7 мм, расчет делался на максимальное качество звука. Колонка поддерживает технологию DTS. Лишь сзади у нее есть узкая неперфорированная полоска, внизу которой находится разъем для подключения блока питания. Кстати, еще есть модель колонки со встроенным аккумулятором, она черного цвета. Правда глобальная версия мне не попадалась. На верхней части устройства находится отверстие двух микрофонов. Забегая вперед, скажу, что претензий к чувствительности нет. Даже мой украино-английский Surge колонка понимает адекватно, причем в шумной обстановке. В центре четыре сенсорные кнопки управления громкостью, отключение микрофона и стоп-пауза. На нижней части ничего интересного, кроме четырех противоскользящихся ножек и краткой информации об устройстве не нашлось. Для подключения нужно подать питание на колонку, ей понадобится некоторое время для загрузки, после чего на верхней части загорится светодиодная подсветка. После этого колонка сразу обнаруживается в сети как Chromecast устройство, которое сразу предлагается добавить в Google Home. Для этого нужно указать в какой дом, если у вас их несколько, нужно его добавлять. Далее, после уточнения, что именно ми спикер нужно добавить, нужно выбрать язык устройства. Как я и говорил, русский или украинский до сих пор не поддерживаются, поэтому надо указать что-то другое, например английский, причем тут их более 10 вариантов. Процесс подключения заключается в том, что смартфон или планшет, с которого производится настройка, напрямую подключается к колонке и передает данные необходимые для подключения к домашней сети. Далее, динамик издает контрольный звук, чтобы вы убедились, что подключаете именно его. Завершается подключение выбором Wi-Fi сети, причем поддерживаются сети и 2 и 4 и 5 ГГц, предпочтение конечно стоит отдавать 5 ГГцовой сети. Вслед за этим нужно указать место расположения устройства. После подключения задаем имя для колонки. Далее, после ознакомления с принципами использования голосового помощника, будет предложено пройти процесс идентификации голоса. Он нужен для того, чтобы колонка реагировала только на вас. Этот процесс не обязательно, его можно пропустить, тогда колонка будет слушать команды от любого человека. Лично я так и оставил, чтобы остальные члены семьи могли ей пользоваться. Далее, будет предложен музыкальный сервис, у меня это YouTube Music, так как у меня семейный премиум аккаунт. После музыкального видео сервис, но для колонки он не особо актуален. Также колонка поддерживает связь Google Duo, что позволит вам звонить прямо на колонку. В некоторых случаях это весьма удобно и практично. Можно подписаться на рассылку от Google и в конце посмотреть какие сервисы настроены на колонке. На этом настройка завершается и в Google Home в выбранной комнате появляется новая колонка. При нажатии на ее значок отображается ее плагин, где видна текущая громкость, состояние транслируется на нее что-то или нет. Также здесь можно запустить трансляцию вручную. В свойствах в любой момент можно включить идентификацию голоса. Есть эквалайзер с настройками по верхним и нижним частотам и опция включения голосовой связи, она доступна в любой момент. Кстати, в режиме проигрывания всегда можно приостановить его нажав на надпись под колонкой. А если нажать на кнопку мультимедиа, то можно увидеть что играет в данный момент. Колонка умеет объединяться в группы с другими и работать с ними синхронно. Окей, Google. Лайтон. Окей, Google. Брайтнесс 10%. Окей, Google. Фулбрайтнесс. Окей, Google. Лайтон. Окей, Google. What's the weather today? Today in Kyiv, there'll be showers with a forecast high of 60 and a low of 39. Right now, it's 60 degrees and mostly sunny. Окей, Google. What time is it? It's 3.34 p.m. Окей, Google. Play some music. Play some music on YouTube music. Окей, Google. Volume 40%. Окей, Google. Stop the music. Next song. Next song. Next song. Ok, Google. Play some from Elton John. Playing Elton John on YouTube music. Ok, Google. Stop the music. Продолжение следует... 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 Итак, это мои устройства Google Cast, одно из которых героя обзора, колонка Xiaomi Miss Speaker. Посмотрим какую сущность она создает. Это Media Player. В выключенном состоянии доступна лишь одна кнопка включения, а во включенном видна информация о треке которой проигрывается, пауза воспроизведения, переключение на следующую песню и громкость. Ставшим стандартным для Home Assistant браузере мультимедиа, можно, если позволяет место на диске, держать и локальную библиотеку музыки. Справа сверху имеется меню выбора медиаплеера, в котором появится и свежеустановленная колонка. Записывать музыку и звуковые файлы можно, например по сети, в папку Media, установив Samba Server. Как его ставить, смотрим в моем уроке 9.1. Проигрывание можно автоматизировать. Вот пример скрипта, который запускает на колонке файл из этой папки под названием Air MP3. Это позволит озвучивать нужное событие в Home Assistant. Для этого можно воспользоваться одним из генераторов звуковых сообщений. Я например вообще делаю это при помощи ботов Telegram. Примеры голосовых уведомлений. Качество воздуха снизилось. Рекомендуется проветрить комнату. Аномальное повышение потребления энергии. Запуск робота-пылесоса. Внимание, обнаружена протечка. Для Lovelace имеется стандартная карточка медиаплеера. Он будет отображать статус проигрывания. В данном случае работает сервис YouTube Music. Кроме управления и названия исполнителей композиции, тут также отображается обложка альбома. Управление параллельное. Запустить можно например голосом. Переключать и регулировать в интерфейсе. Потом снова выключить голосом. Последовательность не имеет значения. Лично мне полностью хватает в библиотеке YouTube Music. Здесь находится все что я хочу. Причем не обязательно заказывать конкретного исполнителя. Можно сказать Play some music. И плейлист настроится автоматически с учетом ваших личных предпочтений. Система помнит что и когда вы слушали и сделает подобную подборку. Я кстати обычно в таком режиме и слушаю. К качеству воспроизведения никаких вопросов нет, как и к громкости. Лично мне для создания фона хватает 10-15% от максимума. В целом за свою стоимость эта колонка отличная альтернатива для Google Mini. Примерно за ту же стоимость она больше, мощнее и перекрывает ее по функциональности. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, а также купоны и акции на товары умного дома, вы можете прочитать в моем телеграм канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok